В начале 30-х годов XX века французские военные приняли решение о разработке нового разведывательного броневика для кавалерии. Среди требований к будущей машине были колёсная формула 4х4, 20-мм пушка, возможность разогнаться до 70 км в час и масса около 4 тонн. Среди откликнувшихся претендентов на госзаказ была фирма «Панар», автопроизводитель, за плечами которого находилось более 40 лет опыта. Инженеры компании представили прототип, практически идеально подходивший под все поставленные требования, если не считать превышенной в два раза массы. Неплохая противопульная броня, прекрасная проходимость, впечатляющий разгон. Предложение «Панар» оказалось настолько привлекательным, что французская армия приняла экспериментальный бронемобиль на вооружение под названием «Отометроёс де Куверт» модель 1935 или просто «АМД-35». Несмотря на быстрое поражение республики в начале Второй мировой, новинка заслужила множество лесных отзывов благодаря хорошему балансу между защищённостью, подвижностью и достаточно мощным вооружением в виде 25-мм пушки. Кроме того, машина производства «Панар» была надёжна и неприхотлива в обслуживании. Немецкие войска применяли её в ходе операции «Барбаросса», а французские части — во время боестолкновений в колониях. После войны Франция даже возобновила выпуск броневика в более совершенном варианте, который оставался на вооружении до 60-х годов. В середине столетия французские военные серьёзно пересмотрели свои взгляды на разведывательные машины. Отныне они ожидали от бронеавтомобилей не только обнаружения противника, но и прямой поддержки союзных войск. Франция перестала расценивать разведмашины как передвижные наблюдательные пункты. Приемник «АМД-35» должен был стать неким подобием лёгкого танка на колёсной основе. Серьёзным шагом в этом направлении был бронемобиль «Энжан-Бланде де Реконессанс», больше известный как ЕБР. Опытные работы над его предтечами во Франции начали ещё до начала Второй мировой, так что после войны инженеры просто довели наработки до ума. На шоссе машина использовала две пары ведущих колёс. На бездорожье к ней подключались ещё две пары колёс тракторных, расположенных по центру. Более того, создатели машины развили необычную концепцию двусторонней подвижности «АМД-35», благодаря которой ЕБР могли контролировать два водителя. Один отвечал за передний ход, а другой управлял задним, причём максимальная скорость в обе стороны достигала 105 км в час. Отдельно стоит отметить вклад конструктора Луи де Лагарда, который создал идею ЕБР и разрабатывал силовую установку прототипа. В 1951 году на вооружение поступил вариант ЕБР, оснащённый качающейся башней FL-11. Баллистика 75-мм пушки Семи-Аутоматик 49 напоминала об орудиях вроде американского М6 — неплохой ориентир для броневика. Однако позже французские конструкторы показали, что способны даже на большее. В 1954 году они поставили на ЕБР качающуюся башню танка АМХ-13, 75-мм орудие СА-50 и автомат заряжания. Таким образом, огневая мощь машины стала ещё больше. Несмотря на свои выдающиеся характеристики, «Панар» ЕБР обладал одним существенным недостатком — он был гораздо сложнее в обслуживании, чем старичок АМД-35. Из-за центрального расположения башни механикам приходилось регулярно снимать её для устранения неполадок. На фоне колониальных войн, которые вела Франция в те годы, эта особенность конструкции доставила армии немало проблем. Чтобы загладить собственный просчёт, компания создала на основе ЕБР другую машину — броневик «Отометроёз Лежер» или просто АМЛ. Он отличался от старшего брата традиционной четырёхколёсной базой, низкой стоимостью производства, предельной простотой в обслуживании и совместимостью с многими узлами ЕБР. В середине 60-х годов оба колёсных танка прошли модернизацию путём установки 90-мм орудия ДЭФа. Его кумулятивные боеприпасы были способны поразить советские машины тех времён, вроде Т-55 или Т-62. Отличный выбор вооружения продлил срок службы ЕБР и АМЛ на долгие годы. Последние экземпляры покинули конвейер только в конце 80-х. АМЛ был особенно популярным. Он состоял на вооружении чуть ли не половины стран африканского континента. И даже в Израиль заглянул. Так или иначе, в начале 70-х французы решили заказать разработку бронеавтомобиля нового поколения с более мощным вооружением. «Панар» представила конкурсный прототип, однако он проиграл тендер из-за ряда технических проблем. Так что выбор командования пал на АМХ-10. Благодаря конструкции ходовой части он мог разворачиваться на месте, как гусеничный танк. А 105-мм пушка гарантировала огневую мощь на уровне ОБТ. Производство АМХ-10РС началось в 1976 году и продолжалось до середины 90-х. Он и до сих пор пребывает на вооружении французской армии, пускай и в модернизированном виде. Кроме того, в линейке исследования Франции также представлен колёсный истребитель танков VCAC «Мефисто» — установка для запуска ракет «Хот» на базе бронетранспортера-амфибии «ВАБ». Он стал одной из удачных разработок французского военно-промышленного комплекса, которая была принята на вооружение в Ливане, Марокко и других государствах. Сегодня Франция продолжает разработку боевых бронированных машин нового поколения. А старые образцы, прошедшие испытания настоящей войной, можно испытать в «Вар Тандер». Они находятся в родной ветке исследования, а также в израильской и британской. А какие из них нравятся вам? Ранние образцы или поздние? Расскажите об этом в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok